Я не боюсь Что в них место засмеюсь Был над чем посмеяться Я не боюсь Что в следующий раз забьюсь Мне надоело валяться Что новый день мне принесет Я активист Мне боюсь Пишок про 17 все здесь слышали? Нет? Это мой любимый Написанный мною К моему же дню рождения 17 лет? На этот день рождения Мне всегда 17, он об этом и есть Итак, наплевать на возраст Если есть кураж Мне всегда 17 Остальной стаж Мне твердят Да брось ты, все стареют, Саш Мне закон не писан Это саботаж Продлевая юность, люди входят в раж Вкалывают яды, делают массаж Я не понимаю все ажиотаж Лично мне 17, остальное стаж Тушь, румяна, пудра, тени, карандаш И на крайний случай есть фотомонтаж Все вокруг неправда, фикция, мираж Лично мне 17, остальное стаж Жизнь рекламный ролик И как персонаж Ты влиять не в силах На хронометраж Только лишь костюм И грин да оттураж От того зависит Как себя продашь Лично я не против Этих распродаж Но держусь подальше Вот такая плаш Молодость за деньги Что же баш на баш Мне как им 17 Но куда деть стаж Чем себя не пичкай Чем себя не маш Рано или поздно Выйдешь ты в тираж Кто-то скажет позор Кто-то эпатаж Бросьте Мне 17 Остальное стаж Итак, здравствуйте Привет Привет Переходим сразу к нашим вопросам Что ожидает зрителей С сегодняшнего концерта Чем будет интересно программа Программа будет в принципе наполнена Позитивом и музыкальностью Ну это конечно глупости и банальности На самом деле Просто мы сегодня Сыграем несколько песен С нашего готовящего альбома Который Мы очень надеемся Увидеть свет В начале следующего года Я написала Новый стишок Хочу сегодня Его презентовать Правда Это будет Я уже написала в фейсбуке Что это Судя по его размеру Это не стишок А стишовище Стишатина То есть это Какой-то очень огромный Такой опус Стихи буду читать Ну мне кажется Этого вполне достаточно А так мы Часто очень Мы Немножко Слово забыло Слово забыло Когда на ходу Что-то происходит Экспром Экспром Импровизация Боже конечно Мы любим это дело Постепенно Меняем свой формат Уходя От каких-то Жестких Разражительных звуков Тяжелых гитар Которые мы Все равно используем Но уже в такие Кульминационные моменты То есть Последние концерты И этот Как раз Будет Еще одним шагом В направлении Более чистого И спокойного Звучания Которое Нам в последнее время Очень понравилось И Мы Так серьезно заболели Это здорово Ну да Мы немного облегчили Наши песни Но это конечно Совсем не лаунж Потому что Многие сейчас Могут Подумать Что мы Заиграли вдруг Салонную музыку Но это не так Немножко В шестидесятые Когда еще Приставки для электрогитар Не были изобретены Вот туда Когда Люди знали Еще В несколько раз Больше аккордов Чем сейчас Все было Немножко сложнее И одновременно с этим проще Ну и в одном из интервью Вы говорите о том Что решили отойти от Бивочного звучания Да И почему Это с чем-то связано Ну это связано С тем Прежде всего Что Агрессивная музыка В принципе Мы от нее устали Мы устали ее слушать Мы стали ее играть Конечно Она уместна То есть У нас по-прежнему В репертуаре Огромное количество песен Таких достаточно Ну Жестких Ну роковых Можно сказать Можно сказать И панк направление Присутствует Но Просто нам Это все надоело Может быть Это такой период Пока И нам хочется Отдохнуть От громких гитар От перегруженных От каких-то Мне надоело Надрывать горло И хочется Как-то попеть Потом Одна из Тоже Главных причин Это Это Количество Агрессии Которая Вылилась На Человечество В последние годы То есть Оно просто Зашкаливает И Конечно же Хочется И Равновестие Нам кажется Так И поэтому Мы хотим Пропагандировать Какие-то Более Мягкие Человеческие Ценности Правильно я говорю? Да Я согласен Я согласен Ну и Раньше вас попросите Рассказать немного Пару слов О проекте Слова Как вы вообще туда попали? Ну Дело в том что Я Иногда упражняюсь И пишу Стишки Я их так называю Потому что Для меня Стихи Это произведение Каких-то Любимых мною Культовых писателей Поэтов Ну по большей степени Уже мертвых То есть Я очень люблю И Маяковского И Есенина И Бунина И Бродского Вот Свои стихи Я бы не назвала Стихотворениями Антон их называет Стихотворениями Ругает меня Что я все время Себя принижаю У меня в детстве Так приучили Ну я их называю Стишата Вот Я иногда их пишу Я пишу Тексты для наших песен Иногда пишу Еще и стишки Вот И какое-то Время назад Я поняла Что их накопилось Достаточно большое Количество Я их выложила на сайт Возможно В будущем Я выпущу какой-нибудь Сборничек Когда Ну пойму Что мне это нужно Вот А в проект стихи Попали Случайно Как все бывает В нашей жизни Лично я ничего Для этого не делаю Как-то само Ну когда хочется Еще спросить А почему так вышло Что Вам нравятся Мертвые поэты Больше Просто так Нет Дело не потому что Нет Я не некрофилка Дело в том что Дело в том что Дело в том что Ну так получилось что Большинство поэтов Которые мне нравятся Уже К сожалению Мне не удастся Пожать их Грубую мозолистую руку Вот Ну что поделать Ну люблю я вот Ахматова Ну нет ее уже в живых Люблю Люблю Но цитируют всегда Маяковского Но цитируют всегда Маяковского Да что характерно Почему Веру Полозкову Да я Нет безусловно Конечно Конечно я очень люблю Да мне очень нравится И Вера Полозкова Мне очень нравятся Некоторые стихи Артистки по имени Наталья Трея Она Выкладывает тоже в фейсбуке И Мне всегда это радует Вот И Ну я такая Стараюсь следить по мере возможности Просто времени к сожалению нет Совсем не угонишься Но то что вот я порой слышу Меня конечно приводит в какой-то Владика Степанцова попадаются в гениальные Просто шедевры У Орлуши классные стихи Есть вещи У Александра ели на классные стихи Ну если сейчас вот То есть если сейчас начать вспоминать Да то Я многому Могу назвать многих Да конечно безусловно Конечно Я очень уважаю людей Которые умеют работать со словом Я знаю насколько это трудно Даже не трудно скажем так Ну Да Наверное Мучительно порой бывает Потому что Иногда что-то рождается очень быстро Но чаще всего Рождаются быстро 2-3 строчки А дальше приходится Из себя что-то вытягивать Мучительно соображать Как что к чему подвести Что должен То есть Когда ты начинаешь писать стих Все равно ты не представляешь Что тебе придется Придумывать кульминацию Развитие Да И к чему-то этот стих привести Поэтому Это серьезная работа мысли и души Я очень уважаю людей Я очень уважаю людей Которые Будем исполнять одну песню Работать со словом В которой Припев Приобрел практически Окончательное очертание Вчера ночью А там не хватало одного слова Которые Несколько часов Это было безумие Поиск одного слова Вроде нашли Не факт что Окончательное Да, Антон мне помогал Сегодня всю ночь мы придумывали Дело в том что эту песню мы Я вообще не хотела исполнять Потому что ну я не люблю Когда на ходу Что-то вот так вот Нужно какую-то вставить У нас не было припева И придумывать его на ходу Ну это какая-то Прям очень нехорошая идея А у нас вот все вроде как За ночь сегодня сложилось Ну попробуем Песня называется Я не боюсь Сегодня попробуем Не побояться И исполнить ее на концерте Замечательно В сентябре вы дали Целую серию Так называемых Негромких концертов Почему их было несколько И отличались ли Чем-то они друг от друга Негромкие концерты Это которые Проходили Да Это уличные Уличные концерты Которые проходили На самом деле Это просто Ну такие Выступления Проходившие В рамках Фестиваля Еды Вот Это был просто городской фестиваль И мы решили Что незачем Да Ярмарка Ярмарка И незачем оглашать Окрестности Громким рыком Рэк-н-ролльным И мы решили сделать Ну как раз вот Адаптировать программу Под вот такие вот Негромкие уличные выступления Очень было здорово Дети приходили Лавушки Было интересно Когда прохожие Проходя мимо Они не пугались Того Что большая сцена Извергает А Заинтересовывались тем Что тут Доносят тихие Приятные Для них Видимо звуки Потому что В результате они собирались И Очень внимательно слушали И самое главное Выбались Забавно то что эта Сцена располагалась Напротив Думы Дума же Да Вот и Мэрии Ой мэрии Вот я и говорю Мэрии Вот и поэтому Это было забавно Смотреть в окна Людей Которые возможно Смотрели В этот момент На нас И в их головах Рождался план Завоевания Вселенной К сожалению В этих головах Ничего не родится Связанной с культурой Жестко Как есть Заключительный вопрос С выходом нового альбома У вас намечается Пора концертных деятельностей Мы на это очень надеемся Сосредоточьтесь на концертном На центральном регионе Или Доедете до дальних городов Нам было очень хотелось Доехать до дальних городов Я думаю что здесь Надо ответить Так Может развернуть И в то же время Проще Мы На несколько лет Отказались От активной Деятельности По ряду причин У нас в жизни Происходили Некие события Сложные Серьезные Вот И мы Искали стилистические Какие-то Вот Вот Чтобы Концерт Это был не просто Обычным концертом Такой же Как Вот Проводится В 100 точках В один день Одно и то же Хотелось найти Какую-то свою Новую форму Нам кажется Что мы ее нашли И И Как раз Поэтому мы решили Записать Альбом Мы не хотели Его записывать У нас Как бы этого не было Но здесь Идея появилась То есть появилось Звучание Появилась смысловая идея И Самое главное Появились люди Участники Нашего коллектива И участники Не только участники У нас Появилось вообще Огромное количество Музыкантов Которые нам звонят И спрашивают Можно ли поучаствовать В вашей музыке Это очень приятно Безумно приятно И мы решили Почему бы не выпустить Действительно Альбом Не записать У нас накопилось Огромное количество Материала Стихов Текстов И мы решили сделать Из этого Полноценный альбом А там Запишем его И займемся Доехать Вопрос был о том Доедем ли мы До точек дальних Мы бы с удовольствием Это сделали Мы надеемся Что организаторы Ну Концертов В регионах И люди Которые проводят Какие-то фестивали И собственно Может быть Концерты в клубах Они Пойдут нам Навстречу И организуют нам Концерты Потому что к сожалению Не все зависит от нас От музыкантов Мы то всегда Зовите Мы приедем Хорошо Спасибо вам большое Спасибо вам Это был Антон Якумольский Александр Чебунова Часть группы Муха Специально для Рокпортала Е.Юг По курсу Да И Бурье 6 Бурье в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пейте все вместе на концертах.